Может ты мне объяснишь, вот как поменялся исторический контекст вот этого всего правого, левого, потому что вот ты так говоришь, правые феминистки или это, и для меня это все как бред какой-то, то есть там, блядь, эти либертарианцы называют себя правыми, это вот когда конкретно та схема, которая была в советских учебниках, левой-правой, она перестала функционировать и теперь все по-другому стало. То есть вот когда перестали, блядь, мы называть правыми тесака и там вот те, кто, и они стали левыми, блядь, ёпта, вот когда все поменялось? Я думаю, что после крушения Советского Союза. Мне кажется, именно в этот момент. Система изначально была как-то вообще не гибкая, блядь. Поэтому после того, как она разрушилась, тогда, собственно, и стало это. Вот с этого момента. Право это просто феминизм, если говорить о том, что они за национальный феминизм, но только вот против мигрантов. Окей, окей, окей. Национальный феминизм. Типа женщины имеют такие же права, как и мужчины, но только вот наши, которые наши. Именно наши. Причем это интересно. Мне вот кажется, это интересно. Надо их запустить в Европу побольше. А как насчет, что я подойду к таким правым феминисткам и скажу, все люди имеют равные права, но только те, что с членом, блядь. Охуенный, конечно, подход. Ну, правые феминистки это интересно. Это прям что-то такое, блядь. Как суды при анкапе, блядь. Как мем. Возможно. А если я вот правой феминистке поебальнику даю, я как бы действую вот в рамках компаса как? Как левак, получается, относясь к женщине как к равному или как вот консерватор именно из-за того, что я бью женщину? Где я нахожусь в тот момент, когда я с локтя такое поебальнику даю? Я думаю, что это такое когнитивный диссонанс происходит. То есть, вы поломали вселенную, не делайте так больше. То есть, происходит, да, что-то в этом роде. Происходит нечто вроде слома вселенной, и ее нужно срочно латать, потому что если быстро не залатать, у них начнется вот прям разрыв шаблона. Но это все равно очень интересно, потому что, понимая то, как функционирует сегодня мир, я все больше и больше обращаю внимание на прошлое, потому что проблемы феминизма, кстати говоря, даже в Древнем Риме появлялись. Даже там. Не, я тут подкован. Я слушал как раз про твои, и то, что у римлянина должно быть три женщины, жена-любовница и Гитера, и про Матрон, которые... Я бы не сказал, что это сильно-то феминизм добился успеха при Древнем Риме. То есть, если наиболее уважаемые женщины использовались для деторождения, пока их мужья ебали шлюх и беседовали с Гитерами, не сильно он как-то и, ну, преуспел, согласись. Ну, с другой стороны, эти девушки Гитера, они хотели свободу, они получили эту свободу. Немного женщин в Риме хотели такой себе участи. То есть, подожди, твоя как бы трактовка, что хочешь свободой, будь Гитерой, так это и в наше время доступно получается. Вот, но ведь небольшое количество Гитера. Надо еще заслужить это самое честное звание, надо еще заслужить его. Вот в этом-то дело, надо еще заслужить. Наши зрители прислали 50... Гитеры начинали с проституток, или это параллельные веточки? Нет, нет, это совершенно не связано друг с другом. Это, может быть, поэтесса какая-нибудь, или музыкантша. Я про Гитер в первый раз в жизни и в последний, наверное, услышал, когда Василий Иванович с Петькой читают книгу, и там написано, типа, «Рим горел, а Патриции с Гитерами нежились в термах». И, типа, Чапаев такой, «Петька, а кто такие Гитеры?» Петька говорит, «Так это же проститутки, Василий Иванович». И Василий Иванович такой, «А, тогда там опечатка. Не Патриции, а партийцы». Вот. И мне почему-то из этого анекдота всегда казалось, что Гитера шлюхи, блядь. Но, возможно, я стал заложником парадигмы Петьки из-за анекдотов. Да, это, конечно, грубое сравнение, потому что они, строго говоря, были совершенно вольными женщинами, это не было их ремесло. Это вообще не связано было с работой. Они были вольны, свое сердце отдавать кому захотят, но они не продавались. Ну, короче, эскорт такой примитивный. Можно и так сказать, такой интеллектуальный. Но у них был как эскорта за дополнительные деньги, услуги с продолжением? Или они прям чисто на пиздеже ограничивались? Нет, нет. Некоторые Гитеры выкупались. Я могу заплатить Гитере, которая мне вот как эскортница понравилась, чтобы ее в жопу выебать, или как? Гитеры принимали деньги, но они не принимали за услугу. Они принимали за покровительство. Вы патроном являетесь. То есть, как сейчас Патреон есть... Это содержанка уже, по сути. Но я ее ебу являюсь патроном или нет? Объясни. Если она является рабыней, то она проститутка. Нет, неважно, рабынь не рабынь. Вот я заключаю акт о патронаже, например, да, с Гитерой? Ну, с рабом нельзя заключить акт о патронаже. Нет, ну не акт, а просто я становлюсь ее патроном. Я ее там полностью... Так она мне дает или не дает? Ты можешь объяснить? Это зависит от нее. Если она Гитера. Это не в твоей власти. Слушай, ну знаешь, так говорят... Вот я смотрел фильм BBC про содержанок. Так им и говорят, что, типа, вы... Это только ваше дело. Вы можете, типа, не давать им, не оказывать сексуальные услуги. Вам платят только за то, чтобы патронировать вас. То есть вы берете себе такого папика, просто чтобы с ним гулять. Он у вас свет водил. Но они при этом все оказывают сексуальные услуги. Я сейчас объясню. Из этого я делаю вывод, что если нравы хоть немного остались прежними, а я думаю, они остались прежними, то никто бы из более-менее таких, ну, мещанских, скажем так, богачей не стал бы платить, спонсировать, патронировать Гитеру, если бы она помимо своих вот этих всех опиздительных услуг светских не оказывала бы ему услуги сексуального. То есть это, по сути, то же самое, что содержанки на BBC, которые, блядь, как мне кажется... Ты их выставляешь, как такие прям благородные девы. Ну, там были, наверное, благородные девы, которым просто платили за пиздеж. Но самые известные, самые проплачиваемые, я не думаю, что им прям давали деньги чисто за пиздеж. Я думаю, они еще и сосали отменно. Дело в том, что они не только занимались болтовнёй, они еще сочиняли стихи, писали книжки и еще играли на инструментах. Ну, я бы не стал тебе давать время какие-нибудь там имения за 10 тысяч сестерцев, какие бы стихи ты мне не писал, будучи... Это не значит, что тебе нужно имение ей отдать. Ну, понятно, что тут нужны и сестерцы, и састерцы, блядь, ёпта. Не, я просто думаю, что это так же и работало, наверное. То есть ты могла, в принципе, и не соглашаться. Тебя бы никто не принудил к сексу. Как и вот в документалке на BBC. Но как происходило, что чувак с тобой много по твоему стандартному прайсу беседовал, а потом такой, а хочешь вообще всю эту хуйню забить? И вот я тебе просто куплю вот эту вот виллу, блядь, ёпта, у моря, блядь, подарю. И ты будешь там жить, и я к тебе буду приезжать и ебать тебя в жопу. И я думаю, редкие гитеры не соглашались, Коля. Конечно, было и такое, конечно, было и такое. Но не только это. Дело в том, что смысл их... Просто дело в том, что были рабы в это время. Нам трудно понять, потому что там было рабство, и можно было иметь не только для обычных дел, но и для утех, любого характера себе слуг. Не-не-не-не-не. Так у нас есть, по сути... Ну, проституция, это, конечно, не рабство, но... А вот тут рабство. А люди платят не... Понимаешь, ты можешь, конечно, поехать и... А за раба ведь не надо платить, в этом-то и дело. Он твой полностью. Ты можешь на Дебенке снять... Которая скажет, типа, могу двоим отсосать по пятьсот или троим за тысячу, типа, и... Ну, ты и такое можешь снять. Но я к тому говорю, что... Если мы говорим о каком-то реальном влиянии гитеры, я почти уверен, что те, которые чего-то добивались, это по большей части были вот, ну, продавцы пизды умелые, которые просто сначала накручивали пизду свою. То есть, когда ты говоришь о том, у тебя была какая-то хуйня про Платона или это, что... Типа, Платон оправдался, что, типа, это не проститутка, а гитера. Это красивая история, но знаешь, чего ты... Сократ, это ученик Сократа был. Сократ, да-да-да. Вот знаешь, чего ты, по-моему, не видишь во всей этой картине? То, что при этом Сократ-то ее выебал. Типа, он сказал, это гитера, и Платон от него отъебался. Или как там было? Ученик Сократа. Сократ пришел и улечил своего ученика. Сократ-то осадил ученика и сказал ему, что это гитера. Но красота картины не в том, что он с ней беседовал, а в том, что при этом Сократ-то ее отчпокал до этого. Только так. Дело в другом было. Там ученик, ученик с гитерой лежит, Сократ его застает и говорит, что это ты делаешь? А, Сократ, ну вот получается ученик, типа, смотри, вот красота картины была бы не такой полной, если бы ученик-то ее не отчпокал. То есть он наебал Сократа. Сократ приходит, хочет его поймать. Чего ты привел проститутку? Он такой, а я с ней сначала поговорил. Типа, это гитера. Вот типа, а, как типа, и Сократ такой, ну ты сука. И поэтому он и стоит на этой картине такой, ах ты сука, блять, недаром я тебя учил. Поэтому я почти уверен, что гитера на этой пикче была выебана. И выебана, причем, я думаю, жестко и за соответствующую цену. Юр, ну будем целомудренными. Никто не осуждает просто многих девиц, которые лежат в постели. Это совершенно невинная сцена. Она лежит как шлюха. Не, я просто, это мое мнение, я могу трактовать шедевры искусства как... Но мне кажется, что ученик Сократа ее все-таки трахнул. И поэтому картина такая крутая. Потому что если он просто реально с ней пиздел, пока она глышом лежит, и вошел Сократ, говорит, это что шлюха, он такой, нет гитера, в этом ничего нет. А прикол в том, что он ее трахнул, Сократ такой, ты охуел, привел шлюха. А чувак такой, не-не-не, нет, не шлюха, смотри, она пиздеть умеет, это гитера. И Сократ такой, сука. Вот тогда картина обретает для меня художественный смысл. Понимаю.